Далеко не все, кто живет на Комсомольской улице в Щелкове, знают, что рядом с ними есть женщина, пережившая в прошлом веке очень и очень многое. Революцию, гражданскую войну. В далекие сороковые, уже имея детей, фронтовой Смоленск, когда враг подходил к городу. А потом многие годы работала здесь, в нашем городе, учила швейному мастерству. Голос, записанный нами в этот вторник, когда отмечалось, трудно даже себе представить, 105-е годовщина со дня рождения Елизаветы Васильевны Позолотовой. Чуть-чуть дрожит, но звучит ясно, слова произносятся четко. Я думаю, что я никогда никому не делала зла. Никогда меня не ругали. И мне этому всегда и помогало. И как-то все отдавала. И работа. У меня на работе меня очень уважали. Я во время войны работала на заводе. Елизавета Васильевна, тогда еще 30-летняя женщина, имевшая уже детей, работала с первых дней войны в сталилитейном цехе. Память у нее замечательная. Ее рассказ о том, как начиналось и особенно как закончилось. Война запомнился и ее правнучкам. Кстати, одну из них зовут так же, как прабабушку. Елизавета. Ей 13. А другой правнучке. Елене уже 15. Как они победу встретили. Как вообще все это проходило. Ну, получается, она рассказывает, что они спали. В 4 утра прибежала ихняя соседка, запрыгнула на стол, начала кричать, что ура, мы выиграли. Вот. Они были, ну, очень счастливы, ясно. Всех гостей в этот день поразила удивительная способность юбилярши говорить о себе и о своей жизни с безусловным юморком и очень живой непосредственностью, присущей, надо заметить, вообще-то обычно, людям молодым. А тут 105 лет и такая нацеленность на жизнь. В этот день Елизавету Васильевну поздравила начальник районного управления социальной защиты населения Жанна Пеняева. И не только от себя, но и от лица государственной власти страны, от президента. Подарки привез ей заместитель руководителя администрации Олег Марковский. Глава района Надежда Суровцева сказала, что способность юбилярши думать в первую очередь о людях, а не о себе, наверное, и есть секрет здоровья и долголетия. Залог ее долголетия – это честность, трудолюбие и доброта. Вы знаете, человек, который следит за жизнью, не только за тем, что происходит в ее семье, но и за внешнеполитической и внутриполитической жизнью. Человек, который активно участвует в этой жизни, потому что она сказала, Надежда Владимировна, я обязательно пойду на выборы. Представляете, насколько активен человек. Елизавету Васильевну спросили, что бы она хотела пожелать в этот особенный для нее день молодежи. Я знаю, что как-то в рассеянности, что ли, не знаю, первым долгом быть настоящим человеком, честным человеком. Первым долгом быть честным и трудолюбивым. Это самое главное, что можно пожелать молодежи. Андрей Цехадович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Корректор А.Кулакова Продолжение следует...